здравствуйте всем привет я встаю меня не видно поэтому я присела что за свидетельствовать себя мой канал сам себе режиссер я сегодня поставила тесто с вечера я поставила пару на ржаной муке с вечера а утром стала под месила и саму опару когда я замесил вчера поставила я даже взбила я сбила даже блендером тогда больше насытилась кислородом и пышно так стала то ложка бьешь бьешь комочки эти но не разойдутся комочки но все равно когда я думаю а почему блендером не сбить она во первых и воздухом насыщится насытиться насыщится вот и не надо ложкой так долго быть и блендером прямо все это я вечером вчера так ржаной муки сыворотки я пику хлеб сыворотки литр пятьдесят пятьдесят двадцать пять грамм прессованных дрожжей и насыпала стакан жжаной муки просеяла вот у меня такой вот ситечка просеяла и с вечера я замесила опару и блендером думаю да и забью блендером она будет пышнее и меньше руками работать у меня есть миксер электрический но я чё-то это пока не буду тесто обычно у меня тестомес есть электрический но тестомес с тремя функциями там и миксер и крюк для теста вот пока вручную никак не но я все-таки попробую потом крюком пока что-то мне забыла даже а утром стала добавила еще ржаной муки еще пшеничной муки у меня получилось на литр сыворотки чайную ложку сахара только сыпнула чайную ложку лишь бы для дрожжей чтобы это было получше и муки получилось на литр сыворотки так там килограмм 700 граммов муки но потом еще подмешала ну как я то вам рассказываю не как специалисты с 5 10 с вечера начать я взбила потом утром я встала досыпала муки вы еще вымесила вручную 10 минут не сила вручную прям все растягивалась кругом приставала так вот поставила еще на час час она вот так же поднялось как сейчас я пришла пока дела делала пришла еще досыпала полкилограмма муки я все на глаз вот девочки там вот есть это самые люди которые все вывешивают на весах вот может быть так а я просто показываю как я дома все на глаз вот вижу что она жидковато раз подсыпала весы я не пользую что-то даже не знаю зачем они мне нужны это дома я вот так вот вот для себя вот такая квашня вот но я поняла что здесь полтора килограмма муки приблизительно ну может кило двести вот и значит третий раз я еще подмесила и вот поставил опять на час вот после третьего раза вот такая вот квашня сейчас я ее хотела вам показать как положу форму потом поставлю выпекать и уже результат возможно покажу а возможно и нет посмотрим вот подсыпаем маленечко муки и вываливаем это тесто вот оно какое вы наверное вам не видно я же подняла вот так лучше что на меня смотреть вот к рукам не липнет но я в чашку еще масло постного туда добавила и сейчас я просто вот обогнул же ничего я не буду вымешивать не будут добавлять муки просто вот вот так вот в середочку в середочку вот это вот так все середку мягкое тесто мукой не забивать и у меня получится он на половину ржаной на половину пшеничной муки вот посмотрим какой же будет ну что я никогда точно не сыплю как-то возьму на глаз только ржаной столько пшеничной и все вот я сейчас пока вот сюда вот середочку чтобы газ выпустить и все вот она не прилипает ни к рукам не к столу специально когда стряпу я стекло кладу она не жалко мне его обычно стекло для письменных столов когда-то были у меня от мам осталось вот я положу положу и а уже когда обедаем стилюль скатерочку или клееночку все все вот такая у меня старинная жаровня она толстая я ее уже все сожгла с этим хлебом и всем нам я только для хлеба после больше не для чего все и поставлю еще чтобы тут поднималась когда она поднимется прямо сверху потому что много у меня на этот раз муки ушло значит тесто много и она поднимется когда вот сверху тогда я в духовку духовку разогрею на 180 у меня на 200 горит хлеб и покажу потом